Насколько регулярно сейчас ведется уборка подъездов и общих территорий в многоквартирных домах? Этой теме была сегодня посвящена горячая линия. Ее провели Новгородская школа грамотного потребителя и общественная организация «За честное ЖКХ» совместно с Комитетом государственного жилищного надзора области. Так, город Чудово, еще разочек адрес. И улица Новгородская, 8. У вас не убираются подъезды, да? Горячая линия в Комитете государственного жилищного надзора Новгородской области работает постоянно. Но сегодня утром три телефона комитета разрывались от звонков практически со всей области. За три часа работы принято более 70 жалоб на некачественную или вовсе отсутствующую работу управляющих компаний. Основная масса звонков – это все-таки на непроведение дезинфекции подъездов. То есть уборка более-менее производится, но самой дезинфекции подъездов нет. Новгородцы встревожены. Перила подъездов и кнопки лифтов – чем неблагодатная почва для всевозможных инфекций. Как выяснилось, многие управляющие компании региона оказались просто не готовы к новым стандартам чистоты, которые Роспотребнадзор предписывает соблюдать во время эпидемии. Сейчас в связи с эпидемией коронавируса всем управляющим компаниям рекомендованы Роспотребнадзором нами указом губернатора производить ежедневную уборку всех мест общего пользования на квартирных домах. К сожалению, не все управляющие компании справляются на достаточно высоком уровне. Мораторий на проведение проверок не позволяет сотрудникам комитета применять к управляющим компаниям какие-либо жесткие санкции. А вот на общественников запрет не распространяется. Председатель общественной организации «Зачестное ЖКХ» Юлия Бароненко проехала по адресам, указанным в жалобах, чтобы увидеть все своими глазами. Первый дом на Большой Санкт-Петербургской – 33. Зона ответственности управляющей компанией номер 15-2. Результаты не утешают. Уборки не было, уборки не было давно. Это мы видим и по ящикам. Ситуацию усугубляет то, что окна в подъезде не открываются. Естественная вентиляция здесь не предусмотрена. Воздух на лестничных клетках, мягко говоря, не свежий. Даже наша камера запотела. А вот вожделенного запаха хлорки мы не обнаружили. Не лучшая обстановка на Большой Московской 53, корпус 2. Подопечные УК обслуживания недвижимости. По словам жильцов, даже сухой уборки здесь не было. Действительно не было и, похоже, не было и санитарной обработки. То есть, на самом деле, да, Евгений Иванович, есть основания связываться с управляющей компанией, выносить им предписания. Есть и светлая сторона. Несколько новгородцев дозвонились на горячую линию, чтобы поблагодарить свои управляющие компании за хорошую работу. Похвалы удостоились возрождения и инновация. Неожиданно было, что наряду с благодарностями в тот же адрес той же управляющей компании идут и замечания. И мы прекрасно понимаем с вами, с чем это связано. Это зависит от тех людей, которые выполняют уборку. Зачастую, Евгений Иванович говорил, зачастую это люди пенсионного, глубоко пенсионного возраста. Еще одним препятствием на пути повсеместной санобработки стала нехватка дезинфицирующих средств. Организация «Зачестное ЖКХ» предлагает свой вариант решения проблемы. Через правительство области связались с предприятием в Акуловке, Акуловская косметика. Они подтвердили желание в больших, в необходимых количествах на всю область, всем управляющим организациям, скажем так, поставить дезинфицирующие средства. По данным общественников, уже дезинфицируют свои подъезды компании «Комфорт», «Новострой» и «Доверительное управление». Будем надеяться, что и отстающие пока организации найдут в себе силы обеспечить новгородцам безопасность в их собственных домах. Арина Аксенова, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.